Общее сведение Метаболический синдром Синдром Х Коморбидное заболевание, включающий сразу несколько патологий Сахарный диабет, артериальную Гипертензию, ожирение и шимическую болезнь сердца Термин «синдром Х» впервые был введен в конце ХХ века американским ученым Джеральдом Ривеном Распространенность заболевания колеблется от 20 до 40% Болезнь чаще поражает лиц в возрасте от 35 до 65 лет Преимущественно страдают пациенты мужского пола У женщин риск возникновения синдрома после наступления менопаузы увеличивается в 5 раз За последние 25 лет количество детей с данным расстройством возросло до 7% и продолжает увеличиваться Метаболический синдром Причина метаболического синдрома Синдром Х Патологическое состояние, которое развивается при одновременном воздействии и нескольких факторов Главной причиной является нарушение чувствительности клеток к инсулину В основе инсулинорезистентности лежит генетическая предрасположенность заболевания поджелудочной железы К другим факторам, способствующим возникновению симптома комплекса, относят нарушение питания Повышенное потребление углеводов и жиров, а также переедание приводит к увеличению веса Если количество потребленных калорий превосходит энергетические затраты, накапливаются жировые отложения А динамия, малоактивный образ жизни, сидячая работа, отсутствие спортивной нагрузки способствуют замедлению метаболизма, ожирению и появлению инсулинорезистентности Гипертоническая болезнь Длительно протекающие и неконтролируемые эпизоды гипертензии вызывают нарушение кровообращения в артериолах и капиллярах Возникает Спазм сосудов Нарушается метаболизм в тканях Нервное напряжение Стресс Интенсивные переживания приводят к эндокринным расстройствам и перееданию Нарушение гормонального баланса у женщин Во время менопаузы повышается уровень тестостерона, снижается выработка эстрогена Это становится причиной замедления обмена веществ в организме и увеличения жировых отложений по андроидному типу Гормональный дисбаланс у мужчин Снижение уровня тестостерона после 45 лет способствует набору массы тела, нарушению метаболизма инсулина и повышению артериального давления Симптомы метаболического синдрома Первыми признаками метаболических нарушений становится утомляемость, апатия, немотивированная агрессия и плохое настроение в голодном состоянии Обычно пациенты избирательно выборы пищи предпочитают быстрые углеводы, торты, хлеб, конфеты Потребление сладкого вызывает кратковременные подъемы настроения Дальнейшее развитие болезни и атеросклеротические изменения в сосудах приводят к периодическим болям в сердце, приступам сердцебиения Высокий уровень инсулина и ожирение провоцирует расстройство работы пищеварительной системы, появление запоров Нарушается функция парасимпатической и симпатической нервной системы, развивается тахикардия, тримор конечностей Для заболевания характерно увеличение жировой прослойки не только в области груди, живота, верхних конечностей, но и вокруг внутренних органов Висцеральный жир Резкий набор реза способствует появлению бордовых стрий, растяжек на коже, живота и бедер Возникают частые эпизоды повышения от выше 139,89 мм РТ Стакан, сопровождающийся тошнотой, головной болью, сухостью во рту и головокружением Отмечается гиперемия верхней половины туловища, обусловленная нарушением тонуса периферических сосудов, повышенная потливость за счет Сбоев в работе вегетативной нервной системы Осложнение метаболический синдром приводит к возникновению гипертонической болезни от эросклероза коронарных артерий сосудов головного мозга и, как следствие, инфаркту и инсульту Состояние суленорезистентности вызывает развитие сахарного диабета два типа и его осложнение ретинопатии и диабетической нефропатии У мужчин симптомокомплекс способствует ослаблению потенции и нарушению ректиной функции У женщин синдром Х является причиной возникновения поликистоза яичников, эндометриоза, снижения либидо В репродуктивном возрасте возможно нарушение менструального цикла и развитие бесплодия Диагностика метаболический синдром не имеет явной клинической симптоматики Патология часто диагностируется на поздней стадии после возникновения осложнений Диагностика включает осмотр специалиста Врач-эндокринолог изучает анамнез жизни и заболевания Наследственность, распорядок дня, режим питания, сопутствующие болезни Условия жизни проводят общий осмотр параметра от взвешивания При необходимости больной направляется на консультацию к диетологу, кардиологу, гинекологу или андрологу Определение антропометрических показателей Андроидный тип ожирения диагностируется путем измерения окружности талии При синдроме Х данный показатель у мужчин составляет более 102 см У женщин 88 см Лишний вес выявляется под чьетом индекса массы тела и МТ по формуле МТ равно вес КГ Рост М в квадрате Диагноз ожирения ставят при МТ больше 30 Лабораторные анализы Нарушается липидный обмен Повышается уровень холестерина ЛПНП-3 глицеридов Снижается уровень ЛПВП Расстройство углеводного обмена ведет к увеличению глюкозы и инсулина в крови Дополнительное исследование По показаниям назначается суточный мониторинг от ЭКГ и ХКГ узи печени и почек Бликемические профили Глюкозотолерантный тест Метаболические нарушения следует дифференцировать с болезнью и синдромом Эценко-Кушинга При появлении затруднений выполняют определение суточной экспреции кортизола с мочью, дексаметазоновую пробу, томографию надпочечников или гипофиза Дифференциальная диагностика метаболического расстройства также проводится с аутоиммунным тиреидитом, гипотириозом, фиохромоцитомой И синдромом стромальной гиперплазии яичников В этом случае дополнительно определяют уровень АКТГ пролактина, ФСГ, ЛГ, тиреотропного гормона Лечение метаболического синдрома Лечение синдрома Х предполагает комплексную терапию, направленную на нормализацию веса параметров от лабораторных показателей и гормонального фона Режим питания Пациентам необходимо исключить легкоусвояемые углеводы, выпечку, конфеты, сладкие напитки, фастфуд, консервированные продукты Ограничить количество потребляемой соли и макаронных изделий Ежедневный рацион должен включать свежие овощи, сезонные фрукты, злаковые, нежирные сорта рыбы и мяса Пищу следует употреблять 5-6 раз в день небольшими порциями, тщательно пережевывая и не запивая водой Из напитков лучше выбирать несладкий зеленый или белый чай, морсы и компоты без добавления сахара Физическая активность При отсутствии противопоказаний со стороны опорно-двигательной системы рекомендуется бег, трусцой, плавание, скандинавская ходьба, пилатес и аробика Физическая нагрузка должна быть регулярной не менее 2-3 раз в неделю Полезна утренняя зарядка Ежедневные прогулки в парке и лесополосе Медикаментозная терапия Лекарственные препараты назначаются с целью лечения ожирения, снижения давления, нормализации обмена жиров и углеводов При нарушении толерантности к глюкозе применяют препараты метформина Коррекцию дислепидемии при неэффективности диетического питания проводят статинами При гипертензии используют ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов, диуретики, бета-блокаторы Для нормализации веса назначают препараты, уменьшающие всасывание жиров в кишечнике